Так, всем здравствуйте! Боже, здравствуйте, здравствуйте! А бокал-то не взяла. Как же ты без бокала? Попрыгаем немножко в кадре. Здравствуйте, друзья! На 20 минут я опоздала. Но поскольку, знаете, как говорят, королеву таможенной подождать, подождем вашу маму. Действительно, почему бы и нет? Ну что, я сегодня... Фух, пятница! А пятница у нас теперь это традиция для эфиров или с моими друзьями, или без моих друзей. И сегодня я решила, что я побуду солисткой, потому что, знаете, очень интересно делать некие дайджесты. Дайджесты, которые дают возможность мне поделиться теми мыслями, на которые я, хотела сказать, прокрастинировала, но нет. Скорее всего, рефлексировала в течение недели со своими учениками, со своими друзьями и со своей головой. И, наверное, это самое ценное, что можно давать, и самое интересное. И я сегодня хотела поговорить с вами об этом. Эфир я назвала, если я не ошибаюсь... А я уже забыла, как я его назвала. Господи. Разреши себе всё. Всё, Оля, спасибо большое. Он называется «Разреши себе всё». И это, знаете, наверное, такая тема, на которую я могу очень много... Думала её написать сейчас, чтобы мы не забыли. Вот. Тема, на которую можно очень много тем прилепить, других. Но она очень классная, потому что это, наверное, сегодня, знаете, такой бич нашего времени. Научиться ставить себя на первое место и разрешать себе кучу всего. И вот я сегодня себе всё. Разреши себе всё. Вот так мы её назовём. И я сегодня хочу этим именно с вами поделиться. Этот эфир будет интересен вообще всем людям, которые стремятся к тому, чтобы понимать, про что они проживают свою жизнь. Стремятся понимать себя и стремятся понимать, что им делать. Поэтому, если вы тут случайны, то вы тут точно не случайны. И явно сегодня послушайте для себя прикольные мысли. Давайте начнём с главного. Наша жизнь, она состоит всё время из встреч и расставаний с разными людьми. С партнёрами, с работами, с какими-то ситуациями. Короче, мы всё время с вами с кем-то встречаемся и расстаёмся. И, безусловно, если мы говорим про отношения, то, безусловно, это противоположный пол в том числе. Моя собака решила поиграть в собаку Баскервилле. Ладно, теперь вы знаете, что у меня есть собака. И все расставания, как правило, мы привыкли с вами воспринимать. Марго, иди сюда, котик мой. Иди, моя собачка любимая, иди сюда. Иди, моя кисечка, иди сюда, иди, прыгай сюда, иди к маме. Чем ты там гавкаешь? Ты же нам не даёшь проводить прямой эфир. Ты хочешь в эфир? Иди сюда. Нет? Слово иди сюда тебя пугает. Понимаете, рефлексировать приходится даже со своей собакой. Так вот, слово расставание мы всегда воспринимаем как нечто такое. Знаете, мы всегда боимся, что нас уволят, даже если это работа, которая нам не нравится. Мы боимся расстаться с партнёром, даже если этот партнёр нам не нравится. Выйти из каких-то отношений. Мы боимся в бизнесе расстаться с человеком, с сотрудником даже. Тогда, когда понимаем, что это голимый сотрудник, он нам вроде бы протачит, нам очень страшно, что будет хуже, я вам скажу больше. Мы боимся уволить няню и даже домработницу. Я с этим сталкивалась постоянно. Ну, что уж там говорить про партнёра, с которым ты родил детей, прожил какую-то жизнь. Это всегда ужасно. И наш мозг в такие моменты всегда начинает искать какие-то плюсы и минусы, вспоминать всякие пословицы, что где-то надо потерпеть, где-то так бывает. В общем, мы ищем всё время какие-то способы решения, как нам из этого выйти. И что делаем по факту? Нагло себе врём. А я сегодня вам напомню о том, что оправдать мы можем абсолютно всё. Поэтому враньё – это вообще такое очень дело. Вот как хотим, так и врём. В какую сторону? Вспомните, когда мы хотим кого-то обосрать, мы врём, что, значит, себе объясняем так ситуацию. Ну, мы не то чтобы врём, мы в это верим. Мы объясняем так ситуацию, что это человек виноват, а я не виноват, да? И так далее. Мы можем разложить всё, что угодно. И вот ко мне пришла такая мысль очень классная, которую я хочу с вами поделиться. Как любое расставание сделать очень лёгким? Ну, как лёгким? Всё равно есть некий путь, мы не можем его сделать суперлёгким. Как сказала моя подруга, мне очень понравилась эта фраза, что расставание – это как будто бы твоему желудку нужно переварить там 10, 20, 30, 50 килограмм еды. Вот ему нужно это переварить, да? И сколько уйдёт у него на это время, как повезёт. Вот. Но я поняла, что для того, чтобы вот от расставания было лёгким, выбор был легче, гораздо, да, чтобы мы там не искали, например, я хочу расстаться с мужчиной, но у меня сейчас нету денег там, или я там не хочу его обидеть. Вот можно ли как-то, вот сегодня мне задала девочка вопрос, можно ли как-то выйти из отношений так, чтобы вот мягко выйти, долго выходить, чтобы, значит, мужчина не так страдал? Ну, я ей говорю, ну, это знаешь как, можно ли делать операцию 25 часов без наркоза? Ну, можно, конечно, можно. Можете выходить с ним из отношений 50 лет и 50 лет жить в адских страданиях. Но если вы мазохистка, то, в принципе, окей. Я, кстати, тоже из этих мазохистов. Я раньше этого не понимала, что любой длительный разрыв – это просто длительное разрывание раны, просто длинное. Так вот, расставание, любое, ещё раз, это не значит уйти от кого-то, потому что, когда мы думаем, как уйти даже с нелюбимой работой, ну, ведь там было хорошо, или там от партнёра, ну, ведь с ним же столько связывает. Так вот, расставание – это не значит уйти от кого-то, расставание – это значит прийти к себе. Расставание – это значит прийти к себе. Когда я принимаю решение или думаю о том, как мне откуда-то уйти, я понимаю, что я не ухожу откуда-то, я к себе иду. Если мне где-то плохо и не окей, то мне надо оттуда уйти, потому что мне важно прийти к себе. Мне важно узнать, а как мне хорошо. Мне важно узнать, а как мне будет классно. Если мне не нравится эта работа, или моя реализация, или мой бизнес, или этот человек, это значит, что я от себя отдалилась, потому что помните, как в геометрии есть плоскость и есть точка пересечения ноль. Вот ноль, мне нужно вернуться к себе, потому что я так далеко от себя ушла, что мне стало очень сильно плохо, понимаете? И вот когда вы поймете, что на самом деле все, все эти принятия решений, которые для вас болезненные, вам кажется, что вам надо что-то разорвать, вам больно только потому, что вы сильно далеко от себя оттянулись, и вам нужно это отпустить и пойти к себе, и вам там станет легче. Да, но даже страшно возвращаться назад, кажется всегда, что это какой-то откат, на самом деле нет. Любое расставание – это точка к себе, да, это означает, что я принимаю решение идти. Например, смотрите, давайте, что вам было, ну такие, я буду банальные примеры приводить, но они вам должны быть очень понятны. Например, вы находитесь в отношениях, давайте будем про мужиков, так будет легче. Мужчина, 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 находится с вами в отношениях, а мужчина, например, не в свободе, не в свободе мужчины, бывает такое, сплошь и рядом. И вот мужчина, он с вами какие-то отношения строит, но его тяготит, потому что у него же там есть еще какие-то отношения, ну вроде как у него там есть жена. Но по логике вещей никто из нас не уходит в другие отношения, если он счастлив в этих. Ну типа редко такое можно себе представить, что я очень счастлива в своих отношениях, у меня охрененно все, и я решила пойти, потому что мне тут очень хорошо. Построить еще одни отношения, да, или погулять. Ну, как бы нет. Мы всегда уходим, или какие-то отношения начинаются у нас или у нашего партнера, когда у нас что-то не окей. И вот, например, у него там, наверное, ну, я не говорю, что у него там все плохо, например, мы не знаем, как у кого, но просто по логике вещей не все супер. И вот у него начинается, а с вами у него начинают складываться какие-то отношения, которые ему нравятся, ему с вами хорошо. И вот он начинает думать, блин, ну что же мне делать-то, вот как же мне быть в этих отношениях, ну я не могу там расстаться, потому что там же семья, я же там серьезный человек, но я не знаю, как это у мужчины работает, ну предположим, что у него это работает так. А с вами ему охуительно, с вами он получает то, чего раньше не получал, и эта пропасть большая, то есть там как бы чувство долга и типа как так, а тут что-то для него, вы в нем открыли что-то, или он с вами, давайте так, не вы в нем, он с вами открыл в себе что-то такое, чего не открывал раньше. И вот это как раз и есть история того, что если, например, в такой ситуации человек принимает решение возвращаться назад, он возвращается в некие правила, нормы установки, он точно так же продолжит гулять и так далее, еще тысячу раз. Если он начинает двигаться и пытается разобраться в том, а почему ему тут хорошо, а что рядом с вами он такого испытывает, а что, почему, как складывается ситуация, и он приближается к себе. Вот в этих разборках он приближается к себе, и вы точно так же. Только когда вы начинаете задавать себе эти вопросы, да, они неприятные, да, они болезненные, но если мы это не разберем, это знаете, как срачник у ребенка в комнате. Это жутко неприятно идти к нему в комнату и это разбирать, но если мы это не разберем, оно само точно не разберется. Мало того, оно еще сильнее будет усугубляться. Поэтому запомните, что расставание – это не значит уйти от кого-то. И когда, кстати, мужчина, например, если у вас такое было, что вас партнер бросал, он уходил не от вас, он уходил к себе. Неважно, что там у него было про него, но он уходил к себе, потому что нормально всегда уходить к себе. И если вы испытываете сейчас, где бы то ни было, в работе, в бизнесе, в друзьях, в отношениях, где угодно, у вас появляется мысль, что вам тут плохо, это означает всего лишь, что вы очень сильно отдалились от себя. Так, вижу вопрос, и как помочь человеку избавиться от агрессивных действий, хлопая дверью, бьет окно, но меня нет. Никак человеку не надо помогать. Есть такая хорошая фраза – помоги себе сам. Парадоксальность заключается в том, что когда мы пытаемся помочь кому-то, а у человека нет желания, чтобы что-то делать с собой, он себя ведет, как маленький ребенок. Каждый из нас должен понимать, что он несет ответственность исключительно за свою жизнь, а не за жизнь другого человека. Если вам окей, что он хлопает пока дверью, а не вами, живите с этим. Если вам не окей, вы говорите, ты знаешь, мне не окей, что рядом со мной хлопают эти двери. Мне не окей, что рядом со мной живет человек, который не может с собой справиться. Поэтому я принимаю решение. И все, решение принимает всегда каждый из нас. Мы не можем принять решение за другого человека. Когда вы это понимаете, тогда вам становится легче жить. Как в работе преодолеть это чувство, когда хочется бросить все? Спросить себя, почему мне хочется бросить все? В чем истинная причина? Причина в том, что мне хуево вообще в принципе. У меня что происходит? И у меня, знаете, я это называю умножение на ноль. Когда где-то происходит пиздец, не знаю, ну вот у меня так раньше было, например, с личной жизнью. Вот если у меня там проблема, я бросала работу, я бросала, ну не то, что бросала работу, но вот я с мужем там ссорилась, да, например, там какой-то конфликт. Я могла уехать из офиса, там перенести всех клиентов, вообще не позвонить всем клиентам даже. То есть у меня было вот такое состояние. Ну это такая, знаете, детская неотработанность была, я это не понимала тогда. Ну было как было. И такое часто у человека бывает, что у него есть где-то проблема, и все остальное у него обесценивается. Даже работа, которую он любит. А если причина, например, вам, вы ничего не хотите на своей работе, потому что вам от нее тошнит, ну как бы проблема очевидна. То есть важно задать себе вопросы. Я несу ответственность за свою жизнь, за его не буду никогда отвечать, но эта агрессия меня пугает. Так вот именно. Если она вас пугает, зачем вы ее терпите? Зачем вы терпите эту агрессию? Вот вы, как бы вы себе говорите наполовину, да, сейчас такую историю. Типа, он вообще хороший, он хлопает не по мне. Меня это вроде как не касается, но меня это пугает. Ну потому что завтра он реально может ебануть вас. Ну, девочки. Ну это реально. Если у мужчины есть агрессия, это агрессия, которая, она как бешеный мячик. Она может долбануть куда угодно. Мамочки знают, что иногда агрессия может долбануть по ребенку, который вообще не виноват. Да, называется, попался под горячую руку. И потом он будет плясать и так далее. Ну то есть если это уже присутствует, это уже присутствует. Вы знаете, долбоебность, это тоже такая штука. Вот она если присутствует в человеке, то куда ее долбанет? Куда угодно. Если сегодня еще не долбасила по вам, отлично. Но это вообще нет никаких гарантий, что она куда-то не долбанет. И только вы выбираете, жить вам с этой долбоебностью или нет. Ну, сори. Я вот уже, знаете, наверное, взрослая девочка, и я уже так устала вот это все вокруг оправдывать, да, везде подбирать слова, что я понимаю, что я единственный человек, который выбирает, как мне жить, с кем мне жить и оправдывать это все. Или все-таки уже строить так, как это должно быть для меня, по крайней мере. Окей, погнали дальше. Значит, с расставаниями понятно, да, вот такую мысль я вам дала, подумайте про нее. Второе, страхи, да, страхи – глобальная тема, но я сегодня хочу сказать то, что поняла очень четко на этой неделе, что страх всегда подсвечивает наше проблемное место. То есть, когда мы чего-то боимся, это подсвечивает именно в данный конкретный момент то, чего мы боимся, и он указывает на то, что если мы это сделаем, мы обретем большее. Ну, например, если вы постоянно думаете о том, что вы боитесь, что, например, вас уволят, то вам, скорее всего, нужно увольняться и искать новую работу. Вот. Не потому, что это плохая работа, ну, в контексте того, что там… а в контексте того, что вы понимаете, что вам тут не место. То есть, если вы начинаете о чем-то думать, то это не просто так. страх, и вы пытаетесь удержаться за то, что на самом деле подсознательная программа показывает, вам надо кидануть. Страх, как правило, всегда подсвечивает то, что нам надо поменять. И это еще раз наша точка роста. То есть, если вы, например, начинаете бояться конфликтов, потому что боитесь, что муж от вас уйдет, то, скорее всего, потому что вам уже надо поменять этого мужа. Понимаете? Потому что вы начинаете бояться, это значит больное и проблемное место. И вы подсознательно это понимаете, но вот именно когда мы это на подсознательном уровне понимаем, а осознанно и не идем, и не разбираем этот страх, мы начинаем за это держаться, и нам кажется, что если сейчас у нас это забрать, то будет конец света. Вот запомните, как только у вас начинается, вот даже сотрудник у вас работает на работе, и вы очень сильно начинаете бояться, что он уйдет, потому что на нем половина компании. Этого сотрудника надо увольнять, потому что вы здесь себе творите огромнейшие страхи, такие, которые не дают вам двигаться. Страх – это указатель вашей точки роста, где вы будете расти. Вот я сейчас, например, в любых отношениях, я не только про мужчину, вообще построение отношений с людьми, когда я чувствую, что меня что-то начинает тревожить, и я думаю, так, не надо только это говорить, я об этом сажусь и разговариваю. Даже если я понимаю, у меня есть страх, что, например, если я сейчас это скажу, то это может наши отношения все нахрен разрушить. Я обязательно об этом начинаю говорить, потому что я понимаю, что если я об этом думаю, то это либо будет нашей точке роста, либо это прекратится, и это не будет все время меня вампирить, это не будет отбирать мою энергию, которая в конечном счете утекает никуда, потому что я все равно здесь окажусь права в каком-то момент, то есть это проблемное место. И если мы эту проблему изначально не решим, ну вот смотрите, если бы мы говорили с вами про отношения, к примеру, вы начинаете строить отношения с мужчиной, и он параллельно еще, ну вы думаете, вы не понимаете, встречается ли он параллельно с кем-то еще, ну например. А он как бы считает, что вы просто все ходите на свиданку, типа окей, вы ему нравитесь, но у него еще двадцать восемь женщин, например, а вы боитесь об этом сказать, спросить у него, потому что вы там пытаетесь его как-то оправдать, но у вас есть какие-то подозрения, и вы боитесь ему сказать, потому что вы боитесь, что он вас бросит. И тут вопрос такой, типа а вы на что согласны, вы на что согласны. Например, если мне нравится мужчина, я ему всегда говорю, я не буду, я не согласна с тобой встречаться в контексте встреч. Мы можем с тобой рассмотреть вариант отношений и я четко знаю, что для меня, например, есть отношения, но вариант встреч мы с тобой рассматривать не можем, ну не можем. Я не хочу быть одной из 150 девушек, я знаю, что так бывает, но это не мой вариант, ну вот я, к примеру, вот сейчас говорю. То есть, хотя это мой страх, да, потому что может быть это мне кажется, что это мужчина в моей жизни, я там не смогу без него жить, но тем не менее у меня есть мои ценности, да, и я о них говорю. Это касается проекта, например, там рабочего какого-то, да, когда мне очень сильно хочется сделать проект, но я понимаю, например, что есть некие определенные условия. И мне страшно об этом говорить, потому что я понимаю, что если мы сейчас это обговорим, то проект может не состояться. Но я об этом сажусь и начинаю говорить, потому что я понимаю, что это для меня важно и это будет определять, будет это развиваться или нет. Поэтому страх всегда вам подсвечивает ваше проблемное место и он показывает, где вы будете расти. И там, где вам страшно, сделайте наоборот от того, что вам страшно. Если вам страшно об этом говорить, поговорите об этом. Если вам страшно оттуда уходить, уйдите. Если вам страшно, что вас уволят, увольтесь сами. То есть пойдите в этот страх. Вам может сейчас казаться, что это абсурдная версия, как же так. Но когда вы это сделаете, вы увидите, как по-другому развернется история. Для меня вообще было самым большим открытием в жизни таким, что, оказывается, можно с чем-то не соглашаться, говорить, как ты хочешь, по-другому, и люди будут делать именно так. То есть для меня это было просто открытие. Я всю жизнь себя считала мудрой женщиной, а оказалось, что я просто была дура, тупая. Такое было открытие у меня, вот честно. Вот я это увидела, что, оказывается, можно было говорить, что тебе так не нравится. И люди говорили, окей, да, хорошо, мы сделаем по-другому. А я, типа, думала, да, я смолчу, это не так принципиально, это не так, нет, это все принципиально. Теперь интересный момент такой, который всплывает у людей, когда вот эти все серьезные действия в жизни мы пытаемся сделать, называется ответственность. Значит, ответственность – это такое прикольное описание, определение, которое мы себе придумали. Значит, когда я говорю, например, ну, как я могу сейчас там расстаться с этим мужчиной, например, если, ну, у нас же семья, например, у нас есть ответственность друг перед другом, ну, как, я же не безответственный человек, ну, мы должны отвечать. И вот это очень прикольная штука. И это ответственность там в работе, ну, как я могу там, нет, нет, я не могу сейчас уйти с этой компанией, ну, я же ответственна, там, все, ну, нет. Значит, ответственность – это такая, знаете, штука, которая очень классно прикрывает наш страх. Это такой колпачок, который мы сами решаем, куда надеть. И мы эту ответственность, в зависимости от того, куда нам, ну, вот как нам защититься хочется, то есть она защищает страх, мы эту ответственность привешиваем на этот страх. И мы говорим, не, не, я так не могу поступить, потому что я человек ответственный. Это еще на нас такую ценность навешивает, я ответственный человек. И поэтому вы ответственно остаетесь, например, быть в отношениях, в которых вас там хлопают рядом двери или еще что-то, и вы ответственно это прикрываете. По факту вы прикрываете свой страх. И колпачок можете надеть в разные стороны. Например, когда вы ответственно решите уйти, вы скажете, я ответственный человек, я отвечаю за свою жизнь, я не могу оставаться в этих отношениях. То есть, понимаете, это такой колпачок, куда мы его захотели, туда и на деле. Например, мужчина может сказать, я не могу уйти из семьи, я ответственный, я отвечаю за детей. А потом, когда его это подзаебет, например, он скажет, я ответственный человек, я хочу отвечать за свою жизнь, я хочу знать, что я даже детей в состоянии обеспечивать, и как я в состоянии их обеспечивать, если я тут несчастлив. Я пойду туда, где я буду счастлива. И у него эта ответственность как колпачок пойдет с собой. И это всех нас касается, тут не делимся, мы на мужчин и на женщин. Просто когда у вас появляется вот эта фраза про ответственность, как я могу с мамой перестать регулярно общаться и слушать ее бредни, я же ответственна, я должна, я маме должна помогать. Прекрасная ответственность, сойдите с ума, сидите с мамой, слушайте всякую херь, будьте бедной, несчастной женщиной и будьте ответственны за свою маму, прекрасны. Прекрасный колпачок. Поэтому вот это, когда вам кто-то говорит про ответственность, вам обязательно кто-то расскажет, почему он ответственный, почему он так не может поступить, значит, и там корону себе наденет, вы просто вспомните, что ответственность – это колпачок для прикрытия страха. И мы его можем применять куда угодно. Вот эту ответственность, куда захотите, туда и налепили, как стакан, знаете, или картину, как на какую стену. Это такой важный момент. Интересно, что все наши глобальные изменения в жизни начинают происходить, знаете, когда вот часто человек говорит, там, ко мне на курсы приходит, я так хочу изменения уже, я так хочу уже поменять свою жизнь, Олечка, ну помогите. Я говорю, давайте, сейчас прям, что можно за один раз? Я говорю, да, можно. Да, это на консультации личной вы такое делаете. Я говорю, да, такое делаю. По секрету только там такое делаю. И везде такое делаю. И даже на прямом эфире. Все на самом деле очень банально. Изменения все в жизни происходят очень быстро. То есть вам кажется, что для того, чтобы что-то поменялось, нужно продолжительное время. Нет, это неправда. Продолжительное время нужно для того, чтобы договориться со своей башкой. Для того, чтобы, особенно когда вы еще в неосознанном состоянии, вас качает. Вы сегодня типа приняли решение, а завтра вы не приняли. Вы пока шли, приняли, а потом опять не приняли. И у вас это решение, значит, шатается, и вы там все время ответственностью прикрываетесь. Свой страх. Такие, нет, просто сейчас так нельзя. Нет, еще не время. Я еще не готова. Я еще не зарабатываю достаточно денег, чтобы от него уйти. Он без меня не сможет. У нас дети, в конце концов, мы хорошие. Я не могу это бросить, работу. Я ничего не умею. Мне никто не заплатит. Сейчас война. И вы эту крышечку, короче, перекидываете. Так вот, и изменения никакие реально не происходят. Только пиздеж в вашей голове. Выбачь, ты будла, скажу, сегодня у меня такие словечки. Пишлы. Ну, мы про органику. Я думаю, вы меня это простите. Так вот, изменения происходят быстро, когда вы принимаете решение. Вы можете 10 лет собираться от кого-то уйти, но когда вы принимаете решение, вы это делаете за один вечер. Это реально. Вы делаете это за один вечер. Даже если не физически, вы просто это делаете за один вечер. Вы просто говорите все. И дальше, какие бы танцы с бубнами не танцевались, если вы это знаете, вот у вас чем-то это было, поставьте плюсик, пожалуйста, то так происходит. Знаете, что такое принять решение? И почему не получается принимать решение вот так? Потому что принять решение – это не про мозги. Это не мозги принимают решение. Так будет правильно, потому что это опасно для меня, потому что это лучше для меня. Нет, мозг, он вас колбасит. Сегодня опасно, через 5 минут не опасно, сейчас люблю, потом не люблю. Я, простите, проживала все. Я проживала разводы. Несколько лет мой мозг, меня сегодня развожусь, сейчас не развожусь, сейчас скажу, сейчас не скажу, сейчас пойду, сейчас не пойду. Я проживала в бизнесе разные этапы. Сейчас нет. Открыла, закрыла, перекрыла. Я все это прекрасно знаю. Как это происходит? Из-за чего? Что такое принять решение? Принять решение – это значит разрешить себе идти туда, прям запишите и подумайте потом над этим еще много раз. Принять решение – это значит разрешить себе идти туда, куда ты чувствуешь. Чувствуешь. Смотрите, мы с вами живем в мире, да, мы об этом говорим. То есть мы с вами видим как бы физическую реальность, да, мы типа живем дома, машины, люди, руки, ноги, ракеты, ракеты, самолеты. Самолетов нет, ракеты есть. Но на самом деле мы с вами знаем, что тело – это всего лишь физическая оболочка, и мы все с вами видели мертвых людей, и видели, что тела выключаются, да, а что-то еще есть. И есть в мире энергия, да, мир состоит из энергии, его энергетическая оболочка. И мы с вами именно через чувства проживаем эту жизнь. Думайте сейчас, о чем я говорю. Мы с вами проживаем жизнь через чувства. Когда мы с вами влюбляемся, расстаемся, кто-то умирает, случается что-то страшное, нам не телу больно. Мы телесно чувствуем только, когда нас сжимают, да, что-то с нами физически делают. Но мы с вами ощущаем миллион чувств. И когда мы говорим, что сердце разбито, у нас же оно не разбивается, да, ну, как бы физически. Но мы чувствуем, да, когда нам страшно, когда у нас уходит там душа в пятки, когда мы сильно волнуемся. Понимаете, да, сейчас о чем я говорю? Мы с вами чувствуем жизнь. У нас это идет через чувства, через нашу энергию. Почему иногда мы себя чувствуем наполненными, да, у нас полно сил, а иногда нет. И вопрос не в том, выспались мы или не выспались. Можно, у меня сегодня две тренировки отхерачила, и вообще нет усталости. А бывает, что ты целую ночь спал, и день спал, а встать не можешь с постели. То есть это наша энергия. И вот мы хотим с вами или нет, мы с вами жизнь чувствуем. Мы ее проживаем через чувства, через эмоции и через чувства. Мы испытываем кому-то какие-то эмоции и проживаем чувства. Так вот, когда мы начинаем мозгами себе объяснять, мне надо принять это решение, у нас идет диалог с мозгом, который, простите, у нас достаточно ленивый и тупой. Ну, он ленивый, мозг не любит напрягаться. Но мы думаем головой, как я могу уйти из отношений, если я не зарабатываю денег? Как я могу что-то сделать, если я не умею? Как я могу? Или я пойду на работу, она мне не нравится, но я должен, мне на ней заплатят. И поэтому происходит та жопа, которая происходит. Когда мы с вами подключаем свои чувства, что такое чувство? Это энергия, и мы все с вами взаимосвязаны с этой энергией. И вот это наш внутренний голод, шестое чувство, интуиция, то, что передается через энергетические каналы, когда мы чувствуем с вами опасность иногда. Идем и холодок по телу, или с человеком познакомились, а чувствуем, что не хочется с этим человеком общаться, и потом обязательно от него какая-то жопа. Мы с вами чувствуем на энергетическом уровне, и тот, кто развивает в себе, это очень прекрасно это знает. И даже тот, кто не развивает, все равно может вспомнить такие ситуации. И вот вы ощущаете в какой-то момент, что вам пора уйти, или вам пора сделать новый шаг, или вам надо сменить работу, или вы больше не хотите заниматься тем, чем вы занимались, что угодно. Мозг всегда говорит, ты что, типа, долбанулся? Ты что, типа, ну, мозг всегда ему страшно. Но решения настоящие принимаются тогда, когда вы по ощущениям понимаете, что это все. Или я хочу это. Когда вы не понимаете, откуда у вас взялись силы, откуда у вас, когда про цели говорят, что правильно поставленная цель дает энергию, так и есть. И вот вы, бывает, находитесь в отношениях 100 лет, и вы ничего не можете, вот ваша голова там вам все время что-то рассказывает, и вдруг какое-то что-то происходит такое, что вы обнуляетесь. Вы понимаете, что вы больше не можете или не хотите оставаться, например, рядом с этим человеком вообще. он может вам цветы дарить, клясться в любви, там, я не знаю, а вы понимаете, что это уже все. Или происходит такое с работой, например, там, когда вы понимаете, что я больше этим заниматься не буду никогда, или я не буду работать больше с этим клиентом. И вы это решение принимаете, вы мозгами объяснить его не можете. Ну, на уровне ощущений, кто сейчас понимает, о чем я говорю? На уровне ощущений вы понимаете, что это решение принято, оно больше не обсуждается. Или, например, вот, ну, для украинцев понятно, да, вот я, например, уехала там, война, уехала в другую страну, там, живу себе в этой Италии, и я вдруг понимаю, что я больше здесь жить не хочу. Я откладываю все время возвращение, мне говорят, сейчас там, войска Белоруссии, там, ты-ты-ты, ты-ты-ты, и я просыпаюсь ночью и понимаю, что все. Я себе давала там дедлайн, купить билеты, если что, через месяц. Я понимаю, что все. Я ночью просыпаюсь, а сейчас все знают, что в Украину добираться, да, с любой точки, это на санях и на оленях, логистику надо такую проложить, что просто пиздец. И я за эту ночь, я просыпаюсь и покупаю себе, выкупаю все билеты. Полностью с логистикой, с детьми, там, куда мы будем ехать, в какой день. Выкупаю и понимаю, что все, я возвращаюсь. Мне говорят, потерпи, куда ты выкупаешь, там стоят войска. Я говорю, похуй. Я возвращаюсь. Все. Это мое принятое решение. И вот сейчас вы мне можете говорить все, что угодно, и никуда не собираюсь отсюда ехать. Это просто не, ну, пример вам, да. То есть, это мое принятое решение на уровне моих чувств и ощущений. Логически, это тупое решение. По моему внутреннему состоянию, это оно. Точно так же, почему разные люди принимают разные решения, и это нормально. Так же было у меня с отношениями, так же было и происходит у меня сейчас со всеми моими проектами. Например, я там две недели назад, чуть-чуть меньше, приняла решение, что я хочу провести живой тренинг. Я мечтала о живом тренинге в Киеве уже сто тысяч лет. А тренинги, где я смогу лично поработать с людьми, где я могу держать за руку, не читать лекцию, а держать за руку, где я могу проработать человека, где я могу провести его по этому пути, где он может со мной поплакать, где он может со мной посмеяться, где он может зайти утром одним человеком в десять утра, а выйти вечером другим человеком. И я все время не знала, как это сделать, как мне найти время, как мне найти то, как мне что придумать. И вдруг я просыпаюсь и понимаю, все, это сегодня наступило, и у меня 17 февраля у меня будет этот тренинг. Все. Это на уровне моих ощущений. И голова не говорит, а если там то, а если это. Мне все равно. Я знаю, что на этот тренинг придут, на этот интенсив, те люди, которые окажутся в этот момент в Киеве, которым очень это надо, и которые получат ту ценность, которую я туда закладываю. И это на уровне ощущений. Все. Я все время это контролирую и отслеживаю вообще. Как мое тело себя ведет, как это происходит. И наблюдаю точно так же за другими людьми. Поэтому больше развивайте свои ощущения. Не ищите решений, сложных у мозга. Мозг будет всегда взвешивать, и он будет в шоке. Как вы чувствуете? Самое простое. Закройте глаза и задайте себе вопрос. Мне надо? Я готова? И почувствуйте, что? Какая первая эмоция будет? Не включайте мозг. Чувствуйте спокойствие. Чувствуйте хорошо. Надо. Чувствуйте, что пиздец вас сколбасит, трусит. Подождите. Просто подождите какое-то время. Ответы на все вопросы есть внутри нас. И не бойтесь, если логически что-то не простраивается. Оно простроится потом. Вот эта история про отдайтесь потоку. Да, страшно непонятно, о чем вообще идет речь. Но только когда вы научитесь использовать свою интуицию, свои ощущения, вы начнете жить. Вы начнете чувствовать. Вы начнете понимать. И это есть нормально. Мозгами я бы половины всего не достигла. Мозгами я бы... Ну вот у меня, например, был такой опыт. Я не знаю, первый или последний, когда я встретилась с женатым мужчиной, и он развелся, и мы прекрасно прожили большую жизнь и нарожали детей. Так бывает. И если бы я на это смотрела как на мозги, мозгами, то нет, я никогда к этому не приду. Но я же понимаю, что жизнь долгая, и что у каждого своя история идет. И что, например, когда в вашей жизни появляется кто-то третий, пятый или десятый, то это истории не ваших треугольников, это истории всегда двух людей. Если у вас там, у вашего партнера появился кто-то, то ваша есть история, его есть история, и у вашей истории что-то не то произошло. Это не история того, что кто-то там появляется. И я всегда иду через ощущения, как я себя в этом чувствую. Если я чувствую, что, например, это мой человек, мне с ним хорошо, то тут только вопрос, как он себя чувствует тут и там, и что он будет делать. Поэтому я хочу, чтобы вы это понимали. Если вы живете с мужчиной, который вас сильно любит, например, как вам кажется, а вы его нет, вам с ним плохо, то это ваша история, она не работает. И вам нужно идти в сторону себя, потому что не бывает такое, что он вас любит, а вы его нет, и он при этом счастлив. Понимаете? Это важные вещи. И когда мы начинаем разрешать себе об этом думать, об этом говорить, работать себе с этим, нам сильно страшно, но мы по-другому не имеем возможности проживать эту жизнь по-настоящему и открывать ее. Каждый день, напоминаю всем, мы все с вами умрем. Мы пришли с вами не для того, чтобы максимально долго сохраниться в физической оболочке и пробыть в какой-то ячейке общества. Мы пришли с вами для того, чтобы получить некий опыт. И единственный пока что для меня достоверный, назову это инструмент, это мои чувства и ощущения. Если мне плохо, это для меня показатель того, что мне не надо сюда идти, что бы это ни было. Если мне здесь хорошо, если я в чем-то начинаю расцветать, я начинаю в это погружаться, изучать и наблюдать, разрешать себе это. И я знаю, что мои ощущения, они дальше, они же, вы же начинаете прозревать, понимаете? Когда вы плохо, вы становитесь слепым. Вот вы говорите, да, там кто-то пишет, вот у меня нет денег. У вас нет денег, потому что вы слепы, и вы не видите никаких возможностей, потому что боль вам все закрывает из страха. Вы просто этого не видите. Ваши мысли сосредоточены совершенно на другом. Я, например, легко выхожу из всех отношений, любого рода, где мне плохо, потому что я знаю, что это сливает мою энергию. Если мне плохо в каких-то отношениях, и я постоянно об этом думаю, то я вместо того, чтобы думать о развитии, об удовольствии, о том, что мне нравится, я все время думаю о том, что мне не нравится и в чем мне плохо. И все, у меня слепота наступает. И мой мозг говорит, зачем тебе это? Для чего тебе это? Люди играют в разные игры. Люди в большинстве своем неосознанные, и они могут этого не понимать, они могут это оправдывать. У меня когда-то был знакомый, который мне все время говорил о том, что на самом деле все хорошо. Это вот все хорошо. Надо просто перетерпеть. Я, например, ничего не хочу терпеть в жизни. Я хочу жизнь, проживать и получать от нее удовольствие. Задавайте себе эти вопросы. Еще такой очень важный момент. Тоже можете себе эту мысль подумать, что если мне где-то по-настоящему хорошо, я не соглашусь с этим расстаться. А если я соглашусь с этим расстаться, значит, мне не так уже хорошо. А если мне не так уже хорошо, то дорога может пойти по-разному. Ну, смотрите, если говорить про отношения, очень простой пример. Сейчас огромное количество пар не просто развелись. Они не развелись, они живут в разных странах. Ну, извините, если среди вас есть такие люди. Но вы правда верите в то, что мужчина может жить месяцами, годами здесь, а вы там? И типа у вас все окей. Кто кому врет, скажите, пожалуйста. У вас все окей. Ну, понятное дело, ему там, он точно не гуляет. Ему не нужны ни отношения, ни секс, ни забота. И вам-то ничего не надо. Вы по телефону там созваниваетесь нормально. Ну, типа вы уже не в том возрасте, чтобы хотеть секс, отношения, ласку и любовь. Уже у вас серьезные деловые отношения, проверенные временем. Я когда слышу эти истории, я так раскрываю глаза. Я понимаю, что я бы никогда в жизни не уехала от своего мужчины и не рассталась бы с ним. Если бы я этого мужчину реально сильно хотела и любила. Вот такой, знаете, не партнерской любовью, а женской. А если вы любите кого-то партнерской любовью, то не стоит удивляться, что на это место придет женская и мужская любовь. Потому что партнерская любовь, она, конечно, хорошая, но мы люди. И мы, как ни крути, нам необходима любовь еще другого рода. И поэтому, когда говорят, ох, какой подлец нашел себе другую, или ох, какая нашла себе другого, вопрос только к тому, ну, это же очевидно. И вот это вранье себе, прикрытое, типа, как это, ответственностью, да, и доверием, ну, это наглое вранье себе. На хера вы себе врете? Нет? Не согласны со мной? Ну, такое, знаете, да, неприятно смотреть в это, я понимаю вас. Но пока мы не научимся смотреть на себя голыми, не только физически, но и внутренне, мужчины могут ждать, а вот женщины чаще могут сорваться и изменить. Вы знаете, я вам скажу, что это вопрос не у мужчины и не в женщине. Это вопрос и в темпераменте человека, и в его ценностях, и в его представлениях, и в его нужде. Я, например, такая женщина, вот я сейчас про себя понимаю, что я нуждаюсь всегда во внимании и в любви. И когда этого нету, то волей-неволей мне этого не хватает. Ну, мне этого не хватает. Я бы не смогла жить с мужчиной, который бы жил от меня где-то за 3-9 земель, да, и мне этого не хватает. Это вопрос энергии. Я от этой энергии питаюсь. И как ни крути, фраза, например, с глаз долой и сердце вон, она рабочая, правда? Она рабочая. Когда вы начинаете с человеком меньше видеться, меньше общаться, это нормально. Мы сейчас не обсуждаем там вопрос измен или еще чего-то. Я просто говорю вам про правду себе. Потому что очень часто, когда мы начинаем это делать, ну, тут вопрос скорее другой. Если я так сильно люблю этого человека, почему мы расстались? Почему я его отпустил? Ну, на данный момент там, ну, есть ситуации, да, при которых, ну, там, окей, хорошо он служит и так далее. Не-не, я, друзья, я еще ни на кого не обижаюсь. И, ну, нет, мы же разговариваем с вами как взрослые люди, да, мы с вами разговариваем и обсуждаем какие-то темы. То, что я говорю, я делюсь с вами своим видением, и я не навязываю, что это единственно правильное видение, да. У вас есть свое, у вас есть свое мнение. Я вывожу вас на мысли. Моя задача – дать вашему мозгу некую пищу, на которую бы вы подумали, для себя, да. То есть я вообще не претендую, ну, все это относительно очень, да. Каждый из нас имеет свое видение. Просто есть такие темы, которые наш мозг от нас прячет иногда, да. Потому почему? Потому что нам страшно и прикрывает это колпачком ответственности, да, там. Поэтому я вас просто прошу, чтобы если вы чувствовали, что вам в чем-то дискомфортно, вы туда заглядывали. Если у вас больная тема отношений, денег, еще чего-то, заглядывайте под эту крышечку. Не прикрывайте это все и не делайте вид, что все окей, потому что нифига не разрулится. И вам будет в этом очень сложно находиться. Еще одна мысль, которую я хочу уже в завершении так поговорить на нее, которая меня тоже триггернула на этой неделе. Очень часто женщины говорят о том, что там, я хочу, чтобы мой мужчина там что-то там для меня сделал, да. Я хочу, чтобы, вот, и таким образом как бы выбирает себе мужчину и определяет, подходит ли ей этот мужчина. Вот делает он это для меня или нет. Но если он это для меня не делает, он мне не подходит. Но это я говорю уже про какие-то такие более взрослые отношения. Не тогда, когда вы сто лет были вместе и вообще ни о чем не думали, а потом вдруг проснулись. А когда вы уже там пытаетесь строить какие-то новые отношения, вот, и вот присутствует эта история, вот если он для меня это сделает, то тогда, значит, вот тогда я там буду его любить больше, меньше или пойму, люблю я его или нет. Ну, там, хочу ли я с ним быть, да, тут любовь такое слово. Я вдруг поняла, что, например, для меня определяющим фактором, мой это мужчина или нет, да, ну, в какой-то картине мира, является то, хочу ли я сделать для него то, что бы мне хотелось сделать своему мужчине. Я недавно начала думать о том, а вот какая я женщина для своего мужчины. Это не конкретный мужчина, а вот просто, вот если так посмотреть, какая я женщина для своего мужчины. Ну, вот, имея уже там весь багаж, бэкграунд и возможность начать все сначала, да, в своей жизни. У меня сейчас такая возможность. Какая я женщина? Женщина, которая варит борщи и ждет его дома? Нет. Женщина, которая каждый вечер смотрит с ним сериалы? Нет. Женщина, которая искусная любовница? Нет. Это совокупный образ всего, но это не та женщина, которой я себя вижу. Я поняла, что я та женщина, которая, например, хочет написать своему мужчине книгу. Это женщина, которая хочет своему мужчине делать какие-то сумасшедшие концерты, арендовать зал, например, большой, брать музыкальную группу и играть для него концерт. И вот у меня начал такой список складываться, и я поняла, какая я женщина. Вот что я хочу делать для своего мужчины. Вот я хочу, чтобы у меня был такой мужчина, чтобы я для него хотела это делать. И вот это стало для меня сейчас основополагающим моментом, когда я смотрю, в принципе, на мужчин. Я смотрю на то, не на то, что он делать там для меня собрался, будет или не будет, а я смотрю на него уже с позиции того, готова ли я это для него все делать. Вот этот мужчина, меня на это вдохновляет или нет? И вы знаете, это так интересно, я вам хочу сказать. Когда ты начинаешь смотреть на эту историю, тогда ты и себя начинаешь раскрывать как женщина. Подумайте над этим. Какой женщиной вы хотите быть для своего мужчины? И тогда и картина вашего мужчины будет у вас лучше укладываться в голове, кого вы хотите видеть рядом, и как он будет с вами. Это очень интересно, потому что в последнее время все превратилось в современном таком мире, если мы говорим уже в новых отношениях, то превратилось в потребительскую историю. Может ли он меня обеспечит, может ли он мне это, может ли он мне то, может ли он мне так. Когда с нуля женщина смотрит на мужчину, и это не есть плохо. Но это как-то закрывает саму женщину и превращает ее только в уровень потребления. И вот когда вы начинаете открывать эту творческую энергию, потому что творческая и сексуальная энергия – это одна и та же энергия, и вы думаете о том, вот что бы вы хотели своему мужчине сделать, у вас сразу начинается гораздо лучше складываться пазл. История заключается в том, зачем обо всем этом думать, что когда мы с вами начинаем об этом думать, мы настраиваемся на ту энергию, которая нам это в жизнь приносит. И вот сегодня вы настроили свою энергию и свои мысли таким образом, что в вашу жизнь пришла я с этим эфиром и с вот этими вещами. И кто-то из вас однозначно просидел от начала до конца, и его что-то триггернуло. Мы не просто так все встречаемся, и я не просто так сегодня в это время назначила эфир. Самое лучшее и самое интересное в жизни из всего, что я пока знаю, это путешествие как раз в себя и исследование самого себя, потому что с этого начинаются деньги, любовь, все, реализация себя. Пока ты себя не узнаешь, ты не можешь ни себя не реализовать, ничего себе подобрать. И мы с вами в течение жизни теряемся очень часто. Мы теряем себя, свои части за какими-то программами, в которых нас воспитывали, за какой-то жизненной суетой, за какими-то нормами, установками, как оно должно быть, за всем тем, чем мы себе врем. Нас искусно научили себе врать, нас искусно научили перестать чувствовать себя и идти разумом, как должно быть, как правильно и как нет. И это, конечно, такая себе штука. Если вдруг у вас есть возможность и желание, это важно, через неделю в субботу я буду проводить свой интенсив живой в Киеве, однодневный, который называется «Верни себе себя, або повырны субисы бе». Это практический интенсив, где мы будем работать в круге. Очень интересно. Я так еще никогда ничего не вела, но очень хотела. И это будет интенсив с практиками разными. И цель в нем такая, что вы будете приходить с запросом того, что бы вам сегодня, сейчас очень сильно хотелось себе вернуть. Что теряет? Бывает веру в себя. Вот веру, что я смогу, смогу что-то сделать. Я понимаю, что у меня этой веры нет, нет этой опоры. Вот куда-то вроде как была, раньше могла, а сейчас нет. Бывает, теряют женщину в себе. Не могу знакомиться, не могу флиртовать, не могу открыться, не могу даже представить себе себя с мужчиной. Теряют веру в то, что в самоценность как профессионала. Вроде бы как навыки есть, вроде бы как знания есть, а боюсь проявляться. Что угодно, можно потерять. Иногда теряют много, как кажется, но на самом деле оно все очень сильно взаимосвязано. И когда мы что-то мощно себе возвращаем, очень многие вещи подтягиваются автоматически. Мне очень хочется показать вам, что для того, чтобы вернуть себе что-то утраченное давно, не обязательно месяцы и годы. иногда достаточно одного дня со своим наставником. Я прошла это на себе. И поверьте, я за последние годы поменяла очень много состояний своих разных. И я на физическом уровне знаю, что такое, когда ты приходишь с болью, а она у тебя как жвачка большая, вот так в горле. Ты не можешь говорить на физическом уровне, не можешь говорить, ты задыхаешься, когда об этом думаешь. Ощущение, что ты съел большую хубу-бубу, 8 пачек, и оно у тебя тут стоит. А за полтора часа работы со своим наставником, она у тебя растворяется. И боль уходит, и ситуация уходит, и тревожность уходит, и на это место приходит другое. Потому что помимо того, чтобы убрать что-то, нам нужно еще что-то на это место посадить. Пустым места не бывает. И если вы убираете какую-то тревогу, боль, страх, то на это место нужно посадить то, что там будет расти, для того, чтобы как на огороде, знаете, бурьяны не появились. И этим можно заниматься долго, и этим нужно, в принципе, заниматься всегда. Но если у вас есть или был такой запрос сделать это вживую, поскольку у меня это прям суперредкое явление, вы можете присоединиться. Вы можете мне написать в Директоль «Хочу узнать, я вам, если у вас нет информации, я вам пришлю информацию, что, где, когда, сколько». В ВИП-версии, кстати, я сделала стоимость ВИП-версии такой же, как стоимость своей личной консультации обычной, для того, чтобы у человека была возможность провести со мной обед, завтрак, ужин, что ему там захочется на консультации, и бонусом прийти еще на тренинг. Вот, такой пакет тоже пользуется сейчас спросом, поэтому на всякий случай вам об этом рассказываю. Вопрос, что у меня с голосом? Не знаю, что у меня с голосом? Скажите, пожалуйста. Может быть, что-то с глазами еще, с ртом. Вам лучше знать, какой у меня должен быть голос и как я должна выглядеть. Вот, может, змина мовы вам, зминия мне голос, может, вы счастливысь. Ну, знаете, я человек настроения и состояния, сегодня оно такое, и дабы не врать, я в этом состоянии с вами эфиры провожу. На этой прекрасной ноте я вас хочу всех поблагодарить за то, что вы со мной провели это время. Я хочу вас попросить, если вам не будет лень, обычно лень, я знаю, но мне бы очень хотелось, чтобы мы научились быть благодарными, оставить комментарий для того, чтобы этот эфир Инстаграм продвинул, и его смогли увидеть хотя бы мои подписчики, потому что прям совсем беда со всеми этими продвижениями. И если вы будете хотеть со мной поработать, каким-то образом обязательно пишите, я вам все расскажу. Я обожаю работать сейчас с людьми, это уже, наверное, такая где-то года два у меня история, очень много личных контактов, и мне это сейчас очень нравится. Ну и, конечно, буду ждать вас во всех своих программах. У нас, кстати, сегодня, по-моему, последний день, когда рерайтер жизни, мартовский мой марафон, он продается с максимальной скидкой, потому что заранее предпродажа открыта. В общем, если вам я нравлюсь, то обязательно куда-то ко мне приходите, и вы будете находить для себя ценность. Но если я не нравлюсь, это тоже хорошо. Значит, теперь вы знаете, кого вам не надо смотреть. Все. Разрешайте себе побольше и расширяйтесь. Очень важно расширять свое принятие себя, и не верьте людям, которые говорят вам, что что-то нельзя. Что что-то неправильно. Вы единственный человек, который знает, как вам хорошо.